Приветствую вас! Нет, вы не лицемерка, и безусловно, вам решать, что делать, да, то есть либо бросать человека, честно, сказав ему о том, что, несмотря на примирение, простить его вы не можете. Все говоря, это ваше право сказать ему о том, что, прости, я пытался тебя простить, но не могу, и прости, но дальнейшую дружбу между нами я, например, тоже не вижу. То есть это ваше право, и вы вполне можете так поступить. Другое дело, если вы друга своего терять не хотите, тогда придется поступать немножечко иным путем. Как? Ну, во-первых, вы пишете такую вещь, что, мол, меняться неизвестно как. Но в самом деле, именно меняться вам, я бы не сказал, что прям-таки уж нужно, именно меняться. Меняться вам не надо. Но если что и нужно сделать, так это, пожалуй, только изменить отношение к тому, что произошло. И поскольку сути вопроса вы не раскрываете, то есть, почему поссорились, вы не раскрываете, не говорите, то вам, мне, судя по всему, придется отвечать. В общем, достаточно планы, хоть я и не очень подобные ответы люблю. Ситуация заключается в том, что обиду вы воспринимаете на свой счет, и то, что нужно понять, это то, почему вы так ее воспринимаете. То есть, получается, смотрите, что задело вас, вы чувствуете, что вас задело, и это вы простить как раз таки не можете. Ну и, соответственно, возникает вопрос, довольно, на мой взгляд, логичный. А почему вас это задело? Почему вы начинаете человека ненавидеть? Это уже, надо сказать, проблема по большому счету ваша, а не его. Потому что вы не можете человека простить. И тогда обычно в таких случаях говорят о том, что нужно опустить обиду. Но как их опустить, эти самые обиды? понять, что то, что вас задело, обидело и унизило, то, что вас вызвало эмоции, связано непосредственно с тем, что есть у вас. То есть, по сути, это не что иное, как отклик вас на какой-то негатив извне. И, в принципе, это все. Если вы поймете, что именно всколыхнуло в вас подобную реакцию, если вы определите за себя, что именно заставило вас так среагировать, что именно вас задевает до сих пор, какое сомнение в себе, может быть, неуверенность, страхи, что-то еще. Если вы сможете ответить себе на этот вопрос, то и обиду вы отпустите достаточно легко. Еще раз, обида – это то, что задевает нас самих. Человек может говорить все, что угодно. Это, ну, личное провокацию – говорить то, что угодно. Но если вас задевает, значит, это находит отклик. Находит отклик у вас. И не сложно догадаться, что этот самый отклик является тем, что, ну, тем, что вы называете обидой. То есть, вам кажется, вы позиционируете это как обиду свою, свою обиду и считаете виноватым в этом своего друга. А в действительности это ваш отклик на то, собственно говоря, что внутри вас самой давно уже есть. И чтобы избавиться от обиды, нужно понять, что это и как это на вас влияет. И вот если получится это сделать, то и обиду тогда вы отпустите, и перестанет она вас грызть, перестанет она портить отношения ваши с вашим другом. Неплохо было бы еще понять мотивацию вашего друга. Неплохо было бы еще понять, почему он так поступил. Неплохо было бы понять, что заставило друга вас, например, задеть. Может быть, вы думаете, что друг в чем-то был прав. Ведь почему говорят, что больным может сделать тот, кто ближе к нам. Потому что мы этому человеку доверяем. Потому что мы ему, раскрываясь и раскрываясь, показываем свои слабые места. И когда человек эти слабые места наши оборачивает против нас, нам становится обидно. Но если мы поймем, что это за слабые места, и либо примем их, либо начнем купировать, а также если поймем, что кроется за мотивацией человека, обиду отпустить будет гораздо легче. Но здесь может быть еще и моральная сторона вопроса, при которой, например, вы считаете, что после подобного казуса, после подобного происшествия, человека нельзя считать вашим другом, и вы с ним поймете просто потому, что вас связывает время или нежелание его терять. Если так, то тогда, если делать на реальной стороне вопроса, то здесь, к сожалению, ситуация такова, что вам только решат. Если вы, в принципе, настроены на то, чтобы не общаться с ним, плага, никакие доводы вас не убедят в том, что общаться нужно. Если же вы хотите общаться с ним, но не можете из-за такой вот нехорошей, в кавычках, вашей реакции, то тогда, безусловно, вам можно будет помочь. Кстати говоря, в кавычках потому, что реакция-то вообще-то нормальная. Просто ее неправильно вы распорнаете. Но это уже дело техники и дело подхода. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, я бы считать еще в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи!